Здравствуйте, уважаемые друзья! Утро, за бортом минус 17,5 градусов Сегодня по радио везде сообщают о том, что в эту ночь Гидроквебек, это наш поставщик электричества, побил, принял точнее, зафиксировал рекорды Были побиты все прежние рекорды, связанные с потреблением электричества И мы, типа, за эту ночь потребили, по-моему, 38 или 48 тысяч мегаватт Если я правильно помню эту цифру Но, типа, такого раньше не было И ожидается, что на следующую ночь ситуация повторится Потому что у нас минус 30-32 градуса ночью И, соответственно, люди, понятное дело, из-за того, что система отопления у нас электрическая Практически во всех домах Или в большей части домов Соответственно, люди обогреваются тем, что они прибавляют регулятор И, собственно, забавное было сейчас высказывание со стороны Гидроквебек Это как раз вот этот поставщик наш Что, типа, вы не могли бы уменьшить ваше потребление Для того, чтобы у них был запас для маневра Естественно, возникает вопрос Извините, когда холодно, ты прибавляешь Ты не можешь уменьшить В этом, собственно, вся идея Что ты можешь прибавить, чтобы тебе не было холодно Но нет, значит, нам нужен запас для маневра Ну, понятное дело, что это все призывы-призывы А по факту, скорее всего, люди как потребляли, так и будут потреблять Столько, сколько надо И на наше счастье Это наше реальное счастье В Кубеке есть плюсы, несомненные Которые никто не может перебить в жизни В других провинциях или даже в штатах США Что в Кубеке самое дешевое электричество во всей Северной Америки Потому что у нас электричество национализировано В смысле, компания И Дрой Кубек Это компания, которая была частная Потом ее, собственно, перекупило правительство И, соответственно, огромное количество мощностей Как бы оно держится за счет гидроэнергии Гидроэнергетики Плюс ветряков много поставили Ну, то есть, в принципе, ее много Она как бы дешевая И поэтому мы ее, собственно, продаем везде Буквально в прошлом году заключили там какой-то Просто мега-контракт на какие-то сумасшедшие совершенно деньги Со штатом Нью-Йорк Мы еще подкармливали Нью-Йорк Понятное дело, что соседние Мэйн Соседний Нью-Гемшир Вермонт Они все тоже сидят на клубах Ну да ладно На самом деле Я хотел поделиться информацией От которой я немножко обалдел Прошу прощения за такой вульгаризм Значит, прочитал статью О том, что сейчас ведутся активные следствия Следственные действия В отношении людей, которые Внимание Производят И пользуются Фальшивыми паспортами вакцинации Как вы знаете, у нас это больная тема Со следующей недели Если ничего не поменяется То правительство Квебека Значит, закручивает гайки И так же, как и месье Макрон Который сказал Я омердей Я омердей Я как бы превращу Сделаю дерьмовый Очень дерьмовый Очень плохой жизни Людей, которые Значит Не вакцинируются Соответственно Месье Легео Решил сделать то же самое Значит Он говорит, что Если вы не вакцинированы То тогда, соответственно Вы не можете посещать Крупные магазины Поверхностью Площадью Больше полутора тысяч Квадратных метров И Соответственно Если у тебя нет вакцины Нет паспорта вакцинации Ты просто не можешь прийти Там в какие-нибудь Там Костка Это очень крутой Большой гипермаркет Там Волмарт Возможно Виннерс Собственно Ничего ты этого Как бы сделать не можешь И вот Люди Выходят из положения Они Дают взятки Для того Чтобы получить Фальшивые паспорта Вакцинации Что как бы Они вакцинированы При этом В статье Прозвучала такая Интересная вещь Что Во-первых Сейчас В работе Находится 150 Случаев Что с одной стороны Говорит, что Не так уж и много А с другой стороны Они говорят о том Что проблема Находится не В тех людях Которые Там что-то самое На коленке Пытаются нарисовать Потому что Такого рода Фальшивые паспорта Вакцинации Они быстро Обнаруживают Сюретет Кибек Это наша Провинциальная полиция И соответственно Это как бы Небольшая проблема А проблема Случается в том Что Большое количество Денежек Платится людям Денежек Реально много То есть За одного человека Платит До трех тысяч долларов Для того Чтобы Скоррумпировать Ну да Скоррумпировать Получается Публичного Работника Ну то есть Кусарстного Работника Который Занимается Вводом данных В систему То есть Подкупает Людей У которых Есть доступ К системе Ввода данных И Вносится Запись В Медицинское Дело Человека Что как бы Он был Вакцинирован И Значит В интервью Газете Один бывший Работник Центра вакцинации Крупнейшего Центра вакцинации Который находится В Стадо Олимпике В центре В Монреале Большой такой Олимпийский Комплекс У которого Крыша еще Поднимается Ну в смысле Раздвигается И Это Делалось К Олимпийским Играм Много Десятилетний Назад Вот И соответственно Он говорит Что Ему Предлагали Ну вот Как это Называется Вот Как Это Называется Ему Предлагали 60 тысяч Долларов За то Чтобы Он Внес Информацию В систему О том Что 60 человек Было Вакцинировано То есть Вот Проблема Как бы В этом Заключается Проблема Заключается В том Что Люди Они А Значит Хотят Получить Фейковые Паспорта Вакцинации Б Они Разъедают Честность Так сказать Публичных Публичных Служащих Да Что В принципе Неприемлемо Неправильно Значит Полицейские Говорят Внимание Друзья мои Что Друзья наши Говорят полицейские Что Люди Которые Ловятся На том Что у них В руках Есть Паспорт Вакцинации Фальшивый То есть Без Прививки То Они Значит Могут Присесть За Подделку Документов Они Могут Присесть За То Что Они Пользуются Документами И Они Могут Получить Крупный Штраф За то Что Они Нарушают Предписания Связанные С Поведением Во время Коронавируса Вот эти Вот связанные С вакцинацией Да Что там Должно Показать Там Целый Букет Статей Которые Вешаются На этих Людей Но Но Значит Из Статей Я Понял Что Эта Ситуация Она С одной Стороны Не очень Массовая Но С другой Стороны Она Пользуется Большой Популярностью Есть большое Количество Людей Особенно В Монреале То есть Три региона Которые Примыкают К Монреалю То есть Сам Монреаль И два региона Которые Примыкают К Монреалю Где Собственно Зафиксированы Все эти Истории То есть Во Во всей Остальной Провинции У нас Вроде Как Все Чисто И честно По крайней мере Никакой массовости Речь не идет А вот Монреальский Регион Он Зажигает Что В этом Регионе Есть Большой Спрос На Такого Реда Услуги Ну То есть К вопросу О том Что У нас Здесь Все Чисто Честно И Хорошо Видите У нас И такие Вещи Бывают Люди Везде Остаются Людьми Несмотря Ни Условия Правого Государства Требования Отношения Там И так Далее Люди Такие Люди Как говорится Я с ним Откланиваюсь Всем Отличного Дня Прекрасного Выходных И до Свидания Счастливо Пока